Всем привет, а в этом видео я вам расскажу, как нужно ухаживать за волосами и что нужно делать, чтобы их не испортить. Всем привет, с вами Вика, и в этом видео я расскажу вам о том, что же нельзя делать с вашими волосами. И как вы видите, у меня волосы тоже сейчас, как раз после баны, и я вам даже покажу. Начнём. Первое, что нельзя делать с волосами, это, конечно же, неправильно их мыть. Наверное, многие заходят в ванну, берут шампунь и так вот оп-оп-оп, а на самом деле надо сделать очень аккуратно, чтобы волосы не запутались, потому что вам всё равно придётся их распутывать. Когда вы будете их расчёсывать, вы потеряете очень много волос. Дальше. И следующее. Нельзя мыть голову без бальзама. Если у вас волосы не могут нормально расчесаться, то вам нужно обязательно с бальзамом мыть голову, чтобы вы вышли и спокойно расчесали. Дальше. Вот я сейчас как раз недавно из ванны, и вот у меня волосы. Вот вам продемонстрирую третье, то, что нельзя делать с волосами. Надо дождаться, когда они станут такими немного вот лишь влажными, чтобы их расчесать. И мы аккуратненько прямо придерживаем и расчесываем снизу, потому что они уже полувлажные. И я часто очень делаю вот так вот, чтобы более тонкий слой волос можно было расчесать, так как получится лучше, чем вы будете вот такой комок какой-нибудь дёргать. Вот получается. Легче всего волосы почему-то у меня расчесываются на спине. Ой, на спине. Поиск валилась вам. На затылке легче всего. И вот так вот здесь сделать. Да, у меня волосы уже испорчены, потому что я красилась в блонд. Но вот отрастают новые волосы моего цвета, и я уже не допущу таких ошибок. А вот мы переходим к следующей ошибке. Это ошибка краситься в блонд самостоятельно. Да, если у вас есть какой-то опыт краситься, если вы парикмахер, то в принципе вы можете сами себя покрасить. Но если вы неопытная, то скорее всего, или неопытный, то скорее всего вы сожгете волосы так же, как я их сожгла. Сначала я покрасилась в блонд, потом они начали у меня сильно выпадать. Да, цвет был отличный. Мне вот важно было, чтобы был холодный блонд. Вот у меня был такой желтенький, и я его ищу шампунем фиолетовым, и они у меня стали идеально в блонд. Мне даже говорят, что это красиво, там тебе идет, но при этом я их вообще сожгла. Цвет хороший, которые были. Вот. И в итоге я их просто обрезала до крем, потому что когда они у меня дорастут. И вот где-то вот здесь вот у меня сожженные волосы, и как бы... Ну мне просто надо как-то дорастить и потихонечку все обстригать. Я потихонечку уже обстригаю, и больше я таких ошибок не допущу. Буду ходить к мастеру. То есть лучше уже запустить 10 тысяч один раз. Дальше там только корни подкрашить, но корни, думаю, вы уже сами научитесь делать, чтобы не сжигать волосы. Потому что если вы сильно пережигаете корни, у вас все волосы выпадут. Но такого у меня не было. Конечно, они просто как-то частично выпадали и перестали... Ну, вообще бы они очень туленькие все выпали. Вот. Так, дальше. Следующее. Ну, это просто скорее рекомендация. Нужно использоваться маслом тоже для волос, чтобы... Нужно пользоваться маслом. В случае, если у вас начали волосы сеться, то масло поможет закрепить, так сказать, волосы, закрыть это секущееся, чтобы они у вас так не дополошились, смотрелись красиво. То есть я тоже маслом не пользуюсь, но как начала, у меня сразу волосы стали такие неплохие. Следующее. Тоже как рекомендация скорее. Следующая ошибка, это мыть голову каждый день. Да, знаю девушкам с КР, нужно очень часто мыть голову, потому что чаще всего волосы не заплетаются, они загрязняются. Но дело в том, что на голове выделяется такой специальный жир, не помню, как он называется. Сальные жиры, короче, действуют. Вырабатывают сальный жир, чтобы волосы не были сухими, чтобы они были гладкими и хорошими. А если вы каждый день будете смываться, то эти сальные железы, они будут усиливаться. И у вас голова, в принципе, будет чаще грязниться. Так что это даже хуже будет. У вас будет ощущение, что вы с каждой день голову грязнили. Я помню, как-то помыла голову. Ну, я помыла каждый день, помыла. На следующий день, где-то днём. Ну, просто поспала, проснулась, там, день уступил. И мне уже говорят, типа, о чем у тебя, типа, голова грязная, помоешь. Ну, это, это ростеньки. Ну, просто что, заметили, что голова грязная. А я, по-моему, предыдущий день, и вроде бы никуда не ходила. И так вот получилось, что у меня оказались волосы грязные. Следующее. Ну, вот такой будет советик. Если вы хотите, чтобы у вас выросли длинные волосы, нужно делать так, чтобы они не выпадали. Первое, чтобы они не секлись, все предыдущее, что я сказала. Масло, бальзамчик. Аккуратно расчесывать надо. Вот. И массаж. Нужен массаж. То есть вы будете, получается, корни массажировать. У вас будет ускоряться рост волос. То есть, как бы, какие-то воздействия на голову, они как бы работают, чтобы ускорить рост волос. Вот. Рекомендую вообще завязывать волосы, чтобы они не выпадывали. Ничего еще дополнительно. Чтобы они не грязнились. Часто их мыть тоже не надо. Ну, вот. Два-три раза в неделю можно вполне. Наверное, вы уже это слышали, конечно, но это правда важно. Вот. Следующее, что важно. Это, конечно же, не пересушить их феном. Зачастую я выхожу из ванны просто. Полотенце заворачиваю немножко. Ну, не надолго. Ну, просто так вот кладу на голову. Вот. Проходит время, и я немного подсушиваю. До полувлажности. Они у меня сейчас влажные. И потом расчесываю. Так вы их не пересушите. И тут оставить буквально чуть-чуть, чтобы подсохнуть. И все. И все будет хорошо. Высохнут. Но если вы, конечно, куда-то срочно идете, все равно не досушивайте. То есть, если зимой, то вы наденьте шапку. И как бы нормально все. Если вы... У вас со здоровьем нормально. То есть, если вы не заболеете от этого, если вы знаете, что вы, наверное, не заболеете, то можете идти. А если летом, тем более. Зачем их вообще досушивать? Ветер их досушит. Вот. Ну, повторяю. Там летом еще грязнится. Будут намного сильнее волосы. Там надо завязать. Ну, например, хвостик. То есть, вы хвостик завязываете. У вас меньше грязнится уже. Волосы. Вот. И при этом они высохнут. Вот. Если нет, потом распустите там в помещении, например. Потом они высохнут. Вы их опять в хвостик завяжите. Вот. А, следующая рекомендация, так сказать. Нужно. Что-то нужно. Что нужно. Кстати, получается в этом видео. Кстати, получается в этом видео не только рекомендации, как ухаживать за волосами и что делать нельзя. А также и то, что я делаю с волосами. Но дело в том, что у меня мои волосы природные хорошие. То есть, если правильно питаться, заниматься спортом, то они у меня и так хорошие. Даже можно без бальзама мыть, просто шампунь не перебарщивать. И они у меня будут хорошие. Поэтому я маслом, в принципе, не пользуюсь. К тому же масло иногда грязнит волосы. А вот я, получается, их уже расчесала. Вот у меня, получается, тут уже мой цвет. А это то, что было... Вот тут был блонд, который был перекрашен сверху черный, а потом смывка. Тут без блонда. Тут просто черный смывка была. И если вы хотите, я могу вам знать историю моих волос, то есть, что я с ними делала, что за блонд, что за черный, то есть, что у меня вообще было с волосами за последние два года где-то, то ставьте лайки, пишите в комментарии. Вот как только наберется 15 лайков, я точно сниму это видео. Вот что было, история моих волос. Все расскажу. Вот, потому что я их вот сейчас, получается, восстанавливала. А родные волосы у меня хорошие. А вот еще секрет хороших волос. Это... Так, ну, Саша, я уже сказала, занятие спортом, какие-то умеренные нагрузки. Да, это влияет. Потому что, чтобы волосы были хорошие, там нужно, чтобы хватало каких-то витаминов. По-моему, витамин Е и Д3, что ли. Надо правильно питаться, заниматься спортом тоже, чтобы, как бы, организм перерабатывал всю пищу, чтобы не было проблем со здоровьем. Потому что, когда есть проблемы со здоровьем, это отражается на волосах и ногтях. Я думаю, вы знаете. Чтобы были хорошие ногти и волосы, надо определенные тоже продукты есть. Вот, и все будет хорошо. У некоторых это в организме само спокойно обрабатывается. Все хорошо с этим. У кого-то нет, как бы, надо обязательно есть. Знаете, организм у нас такая штука, что эти витамины Д, оно сделает, ну, не знаю, углеводы. Не знаю, ну, может быть, не углеводы, но все равно организм такой. Когда у меня волосы отрастут, я их, скорее всего, покрашу, но уже в блонд буду красить, думаю, с мастером. Красить в блонд, а потом я буду с помощью тоника красить себе разноцветный цвет. Всем спасибо за внимание. Кто посмотрел это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. 15 лайков наберется, я сниму история моих волос.